Новый выпуск статьи на этой неделе в Банже. Он супер важный. Почему? Потому что в нем наконец-то нам рассказали первые подробности сезона. Не, важнее. Первые подробности изменения баланса оружия. Песочницы, иными словами. Не знаю как вы, а я этого очень долго ждал. Да, мы слишком приросли к любимым гранатометам, снайперкам и дробовикам. Так что пора бы уже было что-то менять. Будет немножко больно, но уже через пару недель со старта грядущего сезона мы найдем новую мету и заживем с ней, я надеюсь, лучше прежнего. Меня, кстати, все еще зовут Джонни Лейни и я рад видеть тебя на канале Трипл Вайп. Короче, к делу. Статья началась с маленького намека. Анонса новой сложности сумрачных налетов Грандмастер. Да, еще сложнее, чем мастер сейчас. Это странно, но забеги в сумрачные налеты единственный вид ПВЕ активности, вызывавший у меня интерес. В последние месяц, наверное. Но даже там уже покидало ощущение челленджа и исследования. Так что я рад, что грядет новое испытание. На какой уровень силы он будет? На тысячу? Или налеты будут отличаться новыми механиками, а не завышенными цифрами? Увидим. К оружию. Готовы? Начнем с отдельно взятых экзотов. Любимая снайперская винтовка ПВЕ игроков. Время Идзанаги. Перк Изгой, который ускорял перезарядку, будет заменен на концентрацию, который снижает отдачу при прицеливании. А анимации скорости перезарядки отточенной кромки больше не будет зависеть от соответствующей характеристики, вероятно, включая любые бафы. Твой любимый дробовик Повелитель Волков. Для него значительно уменьшена точность при работе перка Выпускайте Волков. И все. Да, весь нерф. Достаточно ли этого? И один из любимых револьверов ПВП игроков. Последнее слово. Ждали испытания Сириса, чтобы как в старые добрые ворваться с Ластвордом? Но не спешите. Изменены показатели урона в крит при неприцельной и при прицельной стрельбе. Также показатели урона в тело при неприцельной и прицельной стрельбе. Также прицельная стрельба больше не будет увеличивать эффективную дальность. Ее, в принципе, уменьшили. И горяченькая. Помните, я горел на отдачу револьвера? Я хотел, чтобы на геймпаде уменьшили отдачу. Но сделали в точности наоборот. Увеличили отдачу при игре на клавиатуре и мыши. Ни вашим, ни нашим, как говорится. Ну а чтобы как-то компенсировать этот трэш, у револьвера улучшен захват цели при неприцельной стрельбе. Где последнее слово, там и снайперские винтовки. Их тоже потрогали. В ПВЕ, к примеру, урон по сильным врагам уменьшен на показатели, которыми они были до выхода обитили теней. Примерно на 20% ниже. А базовый урон скорострельных снайперок уменьшен со 100 до 90. Не только в ПВЕ, надо полагать. Винтовкам с адаптивной рамой порезали урон, и я надеюсь, что только в ПВЕ. Пожалуйста, скажите, что только в ПВЕ. Еще один тип оружия, который от нас не отодрать было несколько месяцев к ряду – гранатометы. Гранатометы с агрессивной рамой сменятся на скорострельные. В связи с этим уменьшится и урон, хотя патронов станет больше. А вот урон по сильным врагам будет уменьшен на 10%. Греники обычно нам для этого самого урона и были нужны, так что, вероятно, с ними мы тоже попрощаемся. Дробовикам больше досталось по точности и по тому, как регается урон. Например, теперь у шотиков с неточной рамой, то есть не на слаговых, как Чаперон, урон в крит не регистрируется. Конус разброса теперь в первую очередь зависит от архетипа и не регулируется показателями эффективного расстояния, меняющегося перками. Прицеливание также больше не регулирует расстояние. Что, в полое логово нагулялись, пацаны? Досталось и плазменным винтовкам. У них уменьшено эффективное расстояние, на 80 метрах не улёшь, небось. Прицельная стрельба теперь также порезана, как на дробовиках, а расстояние, на котором начинает падать урон, уменьшено. Один из главных перков «Запасной план» тоже поменяли, разумеется. Скорость стрельбы при активном перке теперь будет приравнена к показателям скорострельных плазменных винтовок. Ну и самое сладкое и неожиданное. Боялись, но хотели. Бафнули автоматы. Изменение показателей урона коснулось всех архетипов, в среднем на 2-3 единицы. Точные цифры бафа на экране. Высокоимпактные автоматы, точные автоматы, адаптивные, скорострельные. Все. Самый заметный баф по цифрам у адаптивных автоматов. Но браться сейчас и гадать, какой всё же будет лучше всего работать, я не хочу. Но на всякий случай пойду сформлю пару роллов на каждом архетипе. Такие вот прилетели новости. Кто бы мог подумать. И да, я представляю, как сейчас у многих взорвались жопы от того, что они выбивали себе какую-то из занерфленных пушек, как они долго её хотели, а она сейчас стала не нужна. Я вот что вам скажу. Во-первых, погодите. Точно убили только Ластворд. Остальное лучше потестить, чем мы, к примеру, и займёмся на канале. Во-вторых, оружие давно просило перемен. Притом самых радикальных. Я рад почти каждому решению в этой статье. С чем-то даже был бы, наверное, ещё жёстче. Но рад, что лёд тронулся, так что не стоит гореть и вам. Спасибо за просмотр. Формите роллы. Удачи!